Разве у вас нет сомнений, что большинство из того оружия и помощи, которые мы отсылаем на Украину, потеряются где-то по пути? Безусловно, сомнения есть, но, видимо, недостаточно, чтобы остановить эту накачку украинной амуниции деньгами. У нас уже есть ужасный опыт с отслеживанием наших поставок оружия, мы это наблюдаем как в Ираке, так и в Афганистане. И я могу с уверенностью сказать, что часть оружия, которое мы отправляем, окажется у тех, у кого мы бы никогда не хотели его видеть. Если вы послушаете, что сегодня говорил президент Байден, то он создает иллюзию того, что все это поменяет исход битвы. Не поменяет. То, что происходит сейчас, это тотальное уничтожение лучших сил Украины в восточной части страны. Никто не способен этого изменить, тем более мы. Держите в уме, что расстояние между Польшей и линией боевых действий соотносимо с расстоянием между Сент-Луисом и Нью-Йорком. У них нет инфраструктуры, чтобы обучать людей, нет возможности обслуживать вооружение. Боюсь, все, что мы делаем, накаляем отношения с Россией и превращаем восточную Украину в цель для российских ракетных авиаударов. Мне вообще, мне очень интересно, мы столько об этом говорим, но разве мы облегчаем жить украинцам, обычным людям? Больше похоже, что мы сражаемся до последнего украинца. Так оно и есть. И более того, я думаю, что президент и администрация полагают, что в какой-то момент, в будущем, они приедут на переговоры и смогут диктовать Москве свои условия, но этого не произойдет.